Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Одессан, мы продолжаем играть в Ведьмака 3, и сейчас, ребята, мы пришли к этой колдуне, чтобы выяснить, где находятся вот те какие-то там кривоухие топи, или как они там называются. Давайте сначала послушаем. Ах, ничего серьезного, потом объясню. Сначала скажи, что тебя привело. Вот, мне книжку какую-то нужно там прочитать, ты говорил, у тебя есть... Нет, зачем тебе магический светильник, что тебе нужно вели, есть какие-то... Ребята, сначала всем спасибо тем, кто сейчас находится тут, смотрит это видео, поставит лайк, оставит свой комментарий, и те, кто еще не подписан, подпишешься на мой канал, снизу под видео есть кнопочка подписаться, я буду очень сильно рад, если вы вот это сделаете, я рад каждому новому подписчику. Если вы хотите видеть новую серию Ведьмака как можно быстрее, давайте на этой серии наберем 100 лайков, мне это будет очень сильно приятно, и мне будет больше сил на записи новых видео. И, ребята, в том, в той миссии... Это еще мягко сказано. Хочешь? Да, сюда вовсе. В той миссии про барона, нам там нужно найти какую-то фигню, то есть выяснить вот эти все следа в Велине, и потом найти жену барона. Но я никак не мог вот эти все следа какие-то выяснить, потому что их просто нету, я уже объехал весь какой-то Велин, и потом мне подсказали то, что вот это все можно найти в следующем задании, который тебя потом приведет к... Как это называется? Ложа-чародеек? Нет. Мне нужно какую-то книжку прочитать. Который потом тебя приведет в какой-то там лес, короче, в эти кривоухие там топи, или как они там называются. Короче, нам нужно сейчас вот то задание выполнять. Но... Рецепт. Нам не нужны рецепты. Масло, которое навестит клинок. Нам, если честно, сейчас... О, селитра. Нам нужна селитра. Да, купим селитру. Нам нужно какую-то книжку прочитать, ребята. Нам нужно прочитать какие-то... Я не помню, как она называется, но я сюда пришел только для того, чтобы... Старшая Кровь, Путь 6 между мирами, чтобы знать, нужно прочесть, Ложа-чародеек. Нет, ребята, тут нету той книжки, которая нам нужна. Нету. А было бы круто, если бы она была. Ты говорил, у тебя есть просьба. Ты говорил, у тебя есть какая-то просьба. Да, есть. Ты же слышал о проклятом острове на озере Моречко. Мужики постоянно о нем рассказывают. Говорят, мол, там призраки обитают. И будто живым оттуда никто не возвращался. И что за проклятие на этом острове? Этого-то я и не знаю. Я должна его снять, а не смогла даже источник найти. Что-то же ты знаешь. Ну... Проклятие как-то связано с башней. Там после нападения Нильфгаарда укрылся в Сират, властитель этих земель. В Сират. В деревне, говорят, христиане с голоду поплыли на Коломницу просить еды. И их там перебили. Ты поможешь мне снять это проклятие? Я знаю, ты в таких вещах мастер. Очень тебя прошу. Я приму задание, но я вряд ли сейчас буду это делать. Я хочу вот то задание выполнить. Я знала, что это дело тебя заинтересует. Тебе, разумеется, придется сплавать на Коломницу. Я счастлив. И что мне там делать? Сперва установи контакт с духами, которые блуждают по острову. Возможно, они подскажут, как найти источник проклятия. Думаешь, они окажутся настолько общительными? Да, если ты возьмешь мой магический светильник. Потом можешь оставить его себе, в награду. Ты сам увидишь, вещица эта весьма полезная. О! Как действует магический светильник? Как действует светильник? Берешь и светишь, или нужна какая-то магия? Просто поставь его в месте, где лежат кости, и услышишь шепот. Только это... Не всегда приятно. Могу представить. Я потом тебе все расскажу, исключая шатирующие подробности. Тебе не придется ничего рассказывать. Я дам тебе ксеновокс. Он позволит нам общаться на расстоянии. О! Ты будешь описывать... Старинный телефон! Я смогу подсказать, что делать, и на что обращать внимание. Что-то в этом роде. Ксеновокс. Короче, я отправляюсь... Я сейчас не буду туда идти. Что-нибудь полезное? Пожалуй, нет. Ну, иди уже. Мне страшно и интересно, что ты узнаешь на Коломнице. Так что потом обязательно ко мне загляни. И... Спасибо. Предмет для задания. Основный предмет для задания. Ага. Так. Я, если честно, хотел задание другое сейчас выполнить от Кейры Мед. Нет. Я не вот это. Вот смотрите. Прочитать книгу хозяйки леса. Где мне ее нафиг взять и где мне ее прочитать, чтобы дальше задание выполнить? Потому что, ну, сейчас у нас вот это. Выяснить, где ли цели. Хозяйки леса. Это вот. Что Гендрик имел в виду кого-то, кто живет на Кривуху и Эхтопии. Сейчас дела семейные. Это вот эту барона. Исследовать все оставшиеся зацепки. А зацепки я сейчас не могу найти. Потому что это... Задание пересекается вот с этим хозяйки леса. Это костры Новиграда. Это нам нужно домой к Трис заглянуть. Но сейчас я не хочу. И нам нужно нафиг вот это задание выполнить. Прочитать книгу хозяйки леса. Только я не могу ее найти. Я не знаю, где она. Нам нужно ее только... У меня ее нет, ребята. Вот смотрите. Я уже смотрел не знаю сколько раз. Вот. Тут книги, да? Нет, не тут книги. А вот тут книги. Вот. Записи Гендрика. Старшая кровь. Ага. Медведь. Нет. 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 Нету у нас никаких нафиг книг. Нету. А ну сейчас, секундочку. Алхимия. Я хочу только одну фигню посмотреть. Бомбы. Бомбы. Вот. Слепая перденька. Радис из древа. Нет. Огненный зрык, который может поджечь в уничтожай. О! Уничтожает гнезда чудовищ. Это нам нужно. Это круто. Знаете почему? Потому что, смотрите, я там видел одно гнездо по дороге, где оно было. Гнездо. Вот оно. Вот видите? Вот. Гнездо. Хрен его знает кого. Гулей. Вот. Гнездо гулей. Гули-гули-гули. Поэтому нам его нужно уничтожить. Я пробовал его уничтожить с помощью умения, которые с руки он... А как оно там называется? Игни. Вот сейчас я даже с вами еще раз... Ну, сейчас я не могу это взять, потому что мы на лошадке. Сейчас добив... Ги ты нафиг. А сейчас я даже вам покажу, что оно не работает, потому что там пишет, что нужна бомба. Так. И сидите. Я просто призраков там увидел или кто что-то мне такое показал. А все это, я не знаю, тучи там были или кто. А сейчас, ребята, я вам покажу. Видите, гули я уже... А, нет. Гули я тут перебил, но, видите, они новые заспамились, потому что это все-таки гнездо гулей, да? То есть... Это все-таки гнездо гулей. Так. Сейчас, дайте-ка я его перефигачу. Тогда я тебе пну. Вот. И вот там еще один вылез. Давай сюда иди. Иди... Иди сюда. Они девятый уровень, и это много. Ну как, мы... А мы, в принципе, где-то седьмые. Во, все. Мы его запинали. Вот смотрите. Вот тут гнездо. А я не знаю, зачем его уничтожать, может... Вот, видите, надо уничтожить. Если вот это... Игни. Как бы оно загорается, но оно не уничтожает. А вот с этим я могу, потому что у меня уже скрафчена бомба. Во. 20 опыта это, конечно, немного, но... Что-то тут выпало, если честно. Опа, гвозди, масло. Ух, ни хрена себе. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Не зря я, наверное, это уничтожил. Потому что много там вещичек новых выпало. Рюкзак. Вот тут что выпало? Тут ничего не выпало. Опять эти мечи, нахрен, они так ломаются, как хрен его знает что. Вот так. Элементы доспеха. Это что? Тоже элементы доспеха. Нам нужно броньку отремонтировать. Танцующая звезда. Огненный зреп, который может пожить, бежать, варгон, уничтожить... А, это длительность. 4 секунды только длится, охренеть, как мало. Так, дальше. Гвозди. Вот тут мы... О, хозяйки леса. Так она у нас есть, нафиг. Вот, следовать за сладостью. Вот, Эдисон, придурок. Ходит, бродит, корободит, но у него книжка уже там валяется. Ну, просто... Ребята, я не знал, честное слово. Я не знал, потому что, как бы, вот тут все книжки. Вот, смотри, сколько вот это тут книж... Книг. А вот это вещи для задания. Ага. Так, давайте я тогда вот это все сразу прочитаю. Талисман. Необходимый для задания. Да, сейчас я... Сейчас уже, ребята, я буду знать. Я, честно, не знал, но сейчас, как бы, уже буду знать. С посвящением барону и его жене. Кажется, у них в зиме были высокопоставленные знакомые. Из огня... Так, задание дополнено. Ага, ну, круто, круто. Я там сразу несколько книг прочитал. И вот, смотрите, мне даже очки опыта дали за то, что я там какие-то книги прочитал. И смотрите, какие-то даже дополнительные задания. А-а-а, беги! А не останавливайся! Платван, нафиг. Все подряд стукается. Какой-то там камешек на дороге. И она стукнется, и остановится, и больше не будет бежать. Так, нам нужно вот тут смотреть. А, нет, нам сюда нужно. Тысячу метров. Это, если честно, дофига. Ну, в принципе, мы сейчас быстренько туда потопаем. Вот сейчас я прочитаю задание. Дайте я на прямую дорогу выйду. Следовать за сладостями. Не забывая пользоваться ведьмачьим чутьем. Ну, понятно. Ух ты, нихрена себе там кто. Понятно, понятно. Мы, в принципе, будем этим пользоваться. Только сейчас я, как бы, наверное, не вижу смысла это делать. Потому что нам хотя бы туда нужно добежать. До того места. Нифига себе, сколько тут всяких. А, мы, в принципе, еще ночью вот сейчас играем. Я, если честно, не очень люблю ночью играть в ведьмаке. Если честно, это очень атмосферно. Но я, если честно, больше люблю днем играть. Ну, все же, мы быстренько туда сейчас дотопаем. Давайте энергию насобираем. Почему тут так часто ломаются мечи? Вот это я, если честно, не представляю. А, тут сейчас стоять. Новая отметка. Стоять. Стоять. Мы как раз возле кузнеца. Здрасте, кузнец. Дождик. Надежное оружие для кап... Да, да. Хочу, чтобы ты мне... Ага. Покажи свои изделия. Покажи. Покажи мне. Разобрать. Починить. Что мне нужно починить? Дверно, вот это. Цена 60. Ни хрена себе. Длинный меч. Ух, сейчас. Дайте я сначала выйду. Прощай. Я просто хочу посмотреть. Рюкзак. Где он? Вот он. Это... Где наша? Вот это, да? 29. 34. Сопротивление. 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 7, 10, 15. 7, 10, 15. Вот. Это у нас уже есть. Да. Вот это. Круто. Все. Это мы оставляем. Дальше. Вот этот меч. 81, 99. Он единственный. А вот тут 35, 43. 35, 43. 35, 33, 41. 34, 42. О. 48. 50. Модификатор. Шанс вызвать кровотечение. 48, 58. 48, 58. 35, 43. Ну тут какие-то улучшения есть. Дополнительный уровень пикетической атаки. Вот это круто. Пускай будет. Чтобы у вас выбрано предмета. Вот эта хрень. Или хрень его знает, если честно. Это что? Необходимый уровень 7. Вот это крутая бронька. Но только там нужен уровень 7. А у нас 6,5. Поэтому ее мы сохраним. Ее мы сохраним. Так. Возвращаемся. Да, да, да. Показывай. Сделай. Да не нужно мне одну вещичку. Вот сюда. Это мы продаем. 48, 58. Это мы тоже продадим. Это нельзя продать. Это мы продаем. Это мы продаем. Это мы продаем. Так. Дальше. Сортировать. Вот. Дальше. Что мы можем еще продать? Тут куча всего. Я не знаю, что нам нужно, что нам не нужно. А что мы можем у тебя, чувак? Вот. Оружие починить нам нужно. Да, даже 2 штучки купим. Чистое серебро. Олова. Мне нужна еще та фигня, с помощью которой создаются броньки. Мы все говорят, что лошадь меньше устает. О, ни хрена себе. Только оно дорогое. Как хрен, ни хрен его знает что. Пока что я покупать это не буду. Больше следует, чтобы найти предметы ведьмачьего снаряжения. Но это все очень дорогое. У нас, если честно, нету бабла. Что мы тут можем продать? Можно очень дорого продать или разобрать. Продаем. Там много, в принципе, 60 монет оно стоит. Это реально много. Тут мы что можем продать? Всякие, я не знаю, ненужные нам вещички. Если они, конечно, у нас есть. Веревки. Дерево. Ну, пускай, наверное, пока что будет у нас. Это что? Это факел. Фух. Так, дальше. Что нам еще? Ремесло. Может мы даже... Ух ты, ничего себе! Ну, это 16 уровень. Мы можем скрафтить эту броньку. Ребята, смотрите, сколько у нас много ресурсов. Только она на 16 уровень. Ну, посмотрите, какие у него характеристики. Офигеть! Это на какой уровень? Необходимый уровень 1. Мы это не можем скрафтить. Но это что? Это 8 уровень. Мы это тоже скрафтить не можем. Это 2 уровень. Мы это можем скрафтить. Не тот ремесленник. Да, нужно другого найти. Но это реально уже там крутые броньки пошли. Так, дальше. Мусор. Ну, зачем мы будем мусор покупать? Опа. 20. Не, вряд ли. 27.33. Не скажу, что прям крутой меч. 30 уровень. Ни хрена себе. 40.50. Ну, тут что хреново? Минус 33. Дополнительный урон прикрыт. Ударь и модификация кровотечения. Минус. Модификация шанса вызвать заморозку. Минус. Не, не хочу. И вот этот. Тут тоже не хочу. Штаны. 15 уровень. Починить. 60. Ну, давайте починим. Так. Это что? Это все. Я, если честно, бы купил вот эти все предметы, если бы они тут какие-то крутые были, да? Если бы, например, сейчас нам перчаточки какие-то или еще что-то. Но, к сожалению, их у нас нету. Прощай. Прощай. Их там, в принципе, нету. Так, давайте. Это. И вот это. Круто. Ну, че, плотва. Нам нужно топать. Отдохнула немного наша лошадочка. Немного отдохнула. И, в принципе, мы дальше топаем, ребятушечки. Мы дальше потопали. Еще осталось до туда 600 метров. В принципе, это не так уж и много. Мы, в принципе, по прямой вот так топаем. Ну, следуем по отметке на дороге. Это, мне кажется, не так уж и долго будет. 500 метров. Мы бежим, бежим, бежим. Я куда-то не туда забежал. Интересно, что тут есть. Привидение какое-то, может. Сушеная рыба. Кроны. Вот такие заброшенные, знаете, домишки посередине леса. Может даже что-то нормальное встретится. Я там видел какое-то задание. Или мне показалось. Плату. Ох ты, мать. Плату. Там было какое-то задание. Или мне показалось. Да, там есть какое-то задание. Видите? А ну... Третий уровень. Третий уровень. Третий уровень. Вы вообще дебилы. А ты еще и материшься вот тут. Вот дебил. Опа. Кишки снаружи. Че они хотели от меня? Это мы поднимем, чтобы потом затолкать. А мы... Аааа. Они убили вот этого чувака. Они убили вот этих заложников. Ага. То есть, если бы я успел, я бы их смог спасти. Но, ребята, я извиняюсь. Я просто не знал. Полчья шкура. А ты че, Платва, там бесишься? Развлекаешься. Давай, Платва. Шевелись. 200 метров. Потопали. Там вон... Вулдар... В... В... Волда... Вулдара... Как они там? Вулкудав или как они там называются? Ну... Ой-ой. Ой-ой-ой. Да ты кончил. Платва. Пожалуйста. Ну почему ты такая пьяненькая? Платва. Во. Наконец-то. Так. Сейчас мне... А нет. Еще не нужно. Кто там летает? Ни хрена себе. Грифон или кто это? Дракон какой-то. Кривоуховые топи. Хорошо, что они кривозубовые топи. Я не знаю, почему уховые. Так. Опа. Все. Ага. Так. Слезай! Какая ты красавица. Следует за сладостями. Вот сладости. А ну попробуй. Может это вкусненько? Аааа. Это типа магия. Это сладости, сделанные... С червяков, что ли? Так. Ай. Во. Ну так вот оно. Почему ты не хочешь это осмотреть? Ага. Нам просто следовать нужно. Ага. Нам просто бежать нужно. Я думал это осматривать. Ну, как бы вот это, когда красным светится, я думал, что это осматривать нужно. Ну, как бы подходить и там смотреть. А что это так... Так... Там такое висит? Ну, это, оказывается, просто следовать нужно. Так. Флорены. Охренеть, ребят. Вот тут так, знаете, бегаешь по этому миру и можешь найти все, что угодно. Сундуки там с вещами. С вещами. Отыскать ведьм на кривоуховых топе. Я не знаю, будет. О-о-о-о, здрасте, ведьмочки, красавицы. Мы тут. Охренеть, как он ее любил, если убил. Мясо, 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 он его любил. Он был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Лучшая песня, которую я слышал. Раз, два, три, за огнем выходишь ты. Вот это ведьмы, но они, наверное, превратили, знаете, в... Выпытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда вас. Пошел сам. Здесь была девушка, Сереж. Что вы делаете на болотах? Что же вы делаете одни на болотах? Мы не одни, а с бабушкой. Я спрашиваю, откуда вы тут взялись? Сироты мы. Все? Войной? Вот и сироты. Чему тут девица? Я ищу ведьму. Я ищу ведьму с кривоуховых топей. Ты же сам такой, как ведьма. Ох, ведьма с топей. Нам нельзя на топе. Бабушка не пускает. Как пропал мой брат Земка, бабушка сказала это все от того, что он пошел в лес и заблудился. Бабушка потом страшно плакала. Может, он еще вернется? Здесь была девушка с серыми волосами. Волота потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Нихрена себе малой. Как в деревне войско шло. На деревне дед кричал. Хавайте девок по лесам. Пусть солдатню с сиськами не пугают, а то беда будет. Как говорил. Тут живет кто-то кроме вас. Есть тут еще кто-нибудь кроме вас? Это кто? Кто-нибудь, кто мог видеть эту девушку? Шестиглазое дерево? Дерево весь год спит. Может, ты Вася? Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? О, какая деловая! Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? С оружием, как бандит. Ты прям нагло, я вижу. Ты смотришь за детьми? Ты заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шкварками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я по ним. Ты не видел их в лесу? Никто не видел их. Ты ведьма? Ты болотная ведьма? Говорят, на кривоуховых топях. Это я ведьма? Нет. У меня ни метлые, ни совы. И ни единой бородавки на носу. У меня красивый носик. О, какая ты красавица. Бабуля, красивый носик. Моя ты хорошая. Дети, такие сладкие. Кто такой Ивасик? Кто такой Ивасик? Ивасик, карасик, выдул весь квасик. Потом целый часик трдил, как дурасик. Ты это что такое говоришь? Броняться и броняться. Ничего больше. Сплошная брань. Я ищу одну девушку. Я просто с ребятиной разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Нам пофиг! Я получила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разокрашенные. Ты ее видела? Молодая. С серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька. И сестра ее. Где-то они сейчас. Помоги мне. Молодая девушка с серыми волосами. Мне надо понять, встречала ты ее или нет. Дети. Что смотрите? Идите мыть руки. Будем ловить сверчков. Вижу, на чего я от тебя не добьюсь. Так я ничего и не знаю. Ага. Васик точно знает. О чем я его не спрошу, он отвечает. Угоди, сейчас почешу себе гузны, придумаю. Пердузна почешу себе гузны. Живо, хату. О, эти слова нахрен. И я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты уходи отсюда. Уходи. Не только слова, вот эти все стихи. Там Васик пердасик. И Васик там хмелясик. И вот это мы его спрашиваем нахрен. Скажи нам, где Цири. А она... Аааа, я не знаю, я не знаю. Вашу. Ах, И Васик, хотя бы ты бы нам помог. Я бы был бы рад. Только мы сначала что-то украдем. Если тут есть, конечно. Ух ты, нихрена себе. Есть. Есть тут много чего. Пердасик И Васик всякий. Ага, это мы с другом. С другой стороны вышли. Оуу. Там монстр какой-то. Я видел. Орало что-то. Не орало, а вот этот звук, знаете, когда там... Пердасик И Васик. Это мы с ним должны поговорить? Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя. Нельзя. Ты прям... Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А И Васик придуманный. И... И чужие детей. Ага, запудрила ему мозги. Где найти этого И Васика? Скажи мне. Где найти И Васика? И Васик придуманный. Уходи. Уходи. Ты прям дура какая-то. Честное слово. Один способ выманить бабушку из хаты. А ты... Почему вы не хотите говорить про И Васика? Что один из вас знает, то и остальные, так? С И Васиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что И Васик придуманный. Вы мне поможете? Девушка, которой я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом И Васика. Ладно. Только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки. Малышка не хочет. Говорит, у нее кости ломят. Ну давайте, в прятки пойдемте. Прячьтесь. А если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает И Васика. Думает, нас так легко найти. Найдем, не переживай. Не прятался. Не подглядывай и считай громко все пальцы. И на ногах тоже. Раз, два, три, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Я... Я иду искать. Да, ведьмаку больше нечем заняться. Найти прячущихся дичей... Дичей нафиг. Дичей, используя ведьмачьи чутье. Так, вот первый. Куда-то там потопал. Куда-то он вот сюда топал. Ага, а мне туда нельзя залезть, да? Нет, нельзя. Ха-а-а. Чук-чива-чук. О-о-о-о, первое я заметил. Вот ты где. Гневко. Говняко. Гневко. Так, дальше. Опа, это кто? Ага. Я тебя вижу. Повезло тебе. Конечно. Я профи в этом деле. Какие нафиг повезло. Вы че, дети? Вы с кем вообще связались? Я вообще тут мастер пряток. Какие нафиг повезло. Гневко, выходи. Вот ты где. Ага, ты... Не честно. Я всегда выигрываю. Конечно. А сейчас не выиграл, значит, сейчас будет кричать. Я не выиграл. Он не честно играл против нас. Конечно. А вы думали, что... Что сейчас? Ха-ха-ха. Так простенько. Эдисон Дебил будет полчаса искать. Хотя вы вообще, ребята, не с тем просто-напросто связались. Вы не с тем связались. Я нашел вас. Всех до одного. Но меня последний. А мне пофиг. Пойдем к домику. Скажем, что я поддавалась. Ладно, пускай. Я вас нашел. Теперь держите слово. Помогите мне поговорить с приятелем у Васика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. Ну, выманивайте эту бабулю. Бабушка. Бабушка. Ясю шмель в голову наукусил. Иди сюда, бабушка. От бабушка зараза какая-то, а не бабушка, если честно. Че-то вообще какая-то. Уходи. Как. Уходи. Уходи. Я ничего не знаю. Ну, скажи уже не выкобыливайся. Я почему тебе вреда. А где бабушка? Ушла. Пошла. Она занята. Гулять. Где Ивасик, чувак? Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы. А ты ему зла не сделаешь. На самом деле он непридуманный. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево, такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Ну, хотя бы что-то рассказал. А то-то бабуля странная. Уходи, уходи. Не хочу с тобой разговаривать. Так, а ну сейчас. Да ты прям дура. Как ее... Гузна это жопа, наверное, мне так кажется. А, дайте пройти. Ух ты нафиг. Это что за... Хрен на... Пеня. Не успел щит заюзать. Вы прям что, все против меня? Ай! Хе-хе-хе-хе. Срака большая. Ща мы тебя запинаем. Если Ивасик настоящий, наверняка он оставляет следы. Так. Ух. Что дальше? О, вот, вижу. Следы маленьких ног. Ивасик здесь проходил. Ага, круто. Дальше. Пройти по следам Ивасика. Ивасик, выходи, пожалуйста. Да вашу мать! Как вы меня запарили. Сколько вас тут вообще? И что самое главное, меня вот это бесит, что их нужно по одному удару. Знаете, вот это бить. Ну, потому что они нас как бы так убьют, да? А они еще уклоняются, паскуды. Вот зараза, то что зараза, я согласен. Ай! Э-э-э-э-э-э-э-э-э! Переколбасила я вас, паскуды! Охренеть, они какие здоровые, сильные. Так, дальше. Куда Ивасик потопал? Уйдите в жопу, эти сраные утопленники! И как вас там? Так, сейчас Опа Где ты, Васюндра? Где-то, 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 где-то Вот тут, мне кажется Так, сюда О, нашли мы тебя Следы ведут к норе Интересно, что внутри А как мне его выманить? Ага, позвать, а просто позвать Значит, написали бы позвать, а не выманить Выманить это какое-то, знаете, как сейчас бабушку выманить Бабушка, иди сюда, там что-то Угузно кого-то укусили И Васик А может и Васик не дома А может и дома Не бойся Ты хмурница? Кого? Луговик А, прибожек Мало у Вас осталось на свете Я ищу девушку с серыми волосами Ты ее видел? Расскажи мне все сначала Где ты ее видел, что она делала Мне это очень важно Почему? Почему? Такое, почему А, не может Он не может разговаривать? Ты не можешь говорить? Ты должен Ты хорошо знаешь детишек с поляны? Вашу мать! Это что вообще было нахрен? В чем дело? Ты не можешь говорить? Почему? Ты потерял голос? Могу я тебе помочь? За нами Ну пошли Микки за тобой Эх Я не Ладно Мне идти за тобой? Что ж Выбора нет Ну Нету Так Ладно, сейчас Ух, ребята 40 минут серии Ведьмака Давайте уже Если честно На этом заканчивать Продолжим исследовать За Ивасюндрой В следующей серии Ребята Если вам понравился Ведьмак Пожалуйста Поставьте лайк Набираем 100 лайков Сразу же выходит Новая серия Ведьмака Я буду очень сильно рад Если вы поставите лайк Также Если вы хотите что-то спросить Посоветовать Или я не знаю Что-то по мне узнать Просто-напросто Напишите комментарий Спросите у меня что-то Я постараюсь Прочитать ваш комментарий Пообщаться с вами Также на него ответить Кто Не подписан на меня Подписывайтесь Снизу есть кнопочка Подписаться под видео Я буду очень сильно рад Кто на меня подпишется Я рад каждому Новому подписчику И я приветствую его Своей и большой Дружной семье Ребята Всем спасибо за просмотр Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok